МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Объектив» на календаре 9 августа пятница в студии Юлия Балдина. Я и мои коллеги готовы рассказать о последних новостях. Коротко о главном. Больше километра теплосетей заменят в ходе ремонта по улице Чикалова. Это было озвучено на объезде строительных объектов. Мы продолжаем в ежедневном режиме рассказывать нашим телезрителям о ситуации с вывозом мусора из города. В 85-й раз в России отметят День физкультурника. Праздник всех, кто любит ЗОЖ, спорт и активность. В Новоуральской локации расположится на разных объектах. Главное торжество состоится в субботу, 10 августа. В этом выпуске расскажем о том, чем удивят организаторы в этом году. Губернатор Евгений Куйвышев поручил усилить контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий порядок утвержден 8 августа на заседании правительства региона. Как подчеркнул глава региона, мы продолжаем наводить порядок в этой важной и чувствительной для людей сфере. Сегодня утвердим порядок контроля за деятельностью региональных операторов в части соблюдения установленных правил. Главная цель – предупредить возникновение сбоев с вывозом мусора. Получить еще больше рычагов воздействия на недобросовестные компании. Чтобы контролировать работу рекоператоров, нужно создать единый реестр перевозчиков мусора и единый реестр полигонов. Теперь региональный оператор обязан уведомлять Министерство ЖКХ и лично министра о смене организации, осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно документу, за месяц до окончания срока договора оператор уведомляет Министерство ЖКХ о планах по проведению конкурса, а также информирует его о победителе до заключения контракта. Кроме того, специалисты МинжКХ будут контролировать рекоператоров, проводя плановые и внеплановые проверки и анализируя их документацию. Напомним, этим летом ситуация с уборкой мусора в уральских муниципалитетах, которые входят в зону обслуживания ТБО «Экосервис», была крайне напряженной. Глава региона Евгений Куйвышев дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по недопущению подобных фактов впредь. Специалисты МинжКХ совместно с органами самоуправления провели проверку работы рекоператора. В результате было принято решение о лишении действующего регионального оператора официального статуса и расторжения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 августа статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении присвоен Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза». В продолжении темы. Сегодня в городской администрации состоялось ежедневное совещание по вывозу мусора из Новоуральска. Напомним, 8 августа на работах по вывозу коммунальных отходов были задействованы 10 единиц автотехники. Это мусоровозы, грузовики и фронтальные погрузчики. Ситуация с очисткой городских территорий от мусора постепенно нормализуется. Как дела обстоят сегодня, рассказывает Антон Сапогов. С сегодняшнего дня на территории Новоуральского городского округа работает новый региональный оператор – Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза». Сегодня на вывозе мусора с городских территорий были задействованы 12 единиц автотехники, 9 из которых предоставил региональный оператор. В помощь к ним решением оперативного штаба на время переходного периода направлены три машины дорожно-коммунальной службы. Пока мы помогаем техникой дорожно-коммунальной службы, это фронтальные погрузчики и самосвалы, поскольку есть места в городе, которые завалены. Пока помогаем, смотрим, как будет стабилизироваться ситуация. Из положительного и хорошего, что для жителей ничего не меняется, ни тариф не меняется, ни вывоз мусора, ни перезаключение договоров не требуется. Все остается по-прежнему. Самое главное – тариф остается прежний. Для юридических лиц ситуация меняется. Им нужно заключить новые договоры с региональным оператором. Новый региональный оператор, спецавтобаза, всем юридическим лицам, кого смогли найти в реестре юридических лиц, направили договоры, проекты договоров для заключения. Кто не получил, либо кого не нашли, на сайте администрации мы также разместим образцы договоров, образцы заявлений, которые необходимо заполнить и в спецавтобазу направить для того, чтобы вступить в нормальные юридические значимые отношения. И вывоз мусора у нас продолжался. Оперативный штаб по вывозу мусора будет по-прежнему собираться в будние дни в ежедневном режиме, вплоть до окончательного урегулирования ситуации. Антон Сапогов, Даниил Запивалов, Новоуральская вещательная компания. Неравнодушные жители города продолжают объединяться в поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Автономная некоммерческая организация, Центр развития социальных проектов «Делаем для города» объявила сбор средств на приобретение необходимого оборудования для отправки в зону боевых действий. Каждый рубль, переданный в фонд, станет ценным вкладом в обеспечение комфорта и безопасности наших солдат. Организация призывает горожан не оставаться в стороне, откликнуться на призыв и помочь сделать жизнь бойцов на передовой немного легче и безопаснее. Всю подробную информацию вы получите, отсканировав QR-код на экране. 11 августа в стране отмечается День строителя. Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральского городского округа и председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов поздравили новоуральцев. В официальном поздравлении отмечается о том, что этот день напоминает нам о важности труда строителей. И о бесценном вкладе, который они вносят в развитие общества и созидание будущего. Каждый из вас мастер своего дела, творец, который своими руками формирует пространство вокруг нас. Ведь строительство – это искусство, требующее профессионализма, упорства, креативности и командного духа. Ваши усилия делают города и села более комфортными и уютными, открывая новые возможности для жизни и работы. Вы преодолеваете трудности, реализуете смелые проекты и стремитесь к высоким стандартам качества. Что, безусловно, вызывает безграничное уважение. Праздник праздником, но летом у строителей всегда горячая пора. Они ведут работы на разных объектах в Новоуральске. Теплосети на улице Чекалова, водопровод на Свердлово и дорожное покрытие на Ленина. Эти объекты капитального ремонта осмотрели участники еженедельного контрольного объезда. Как продвигается работа, расскажет Антон Сапогов. Во дворах по улице Чекалова строители заменяют большой участок теплосетей. Общая протяженность этих трубопроводов больше километра. На этом участке теплосеть настолько изношена, что было решено заменить ее полностью на всем протяжении. Также меняют и подводку сети к каждому дому. Идут плановые замены капитальных сетей. В этом году этих плановых заменов делается более 30 миллионов. И вот один из этих этапов – это замена улицы Чекалова. Сеть, на которой у нас в ходе прессовок было ежегодно от 3 до 8 повреждений. Мы без воды никого не оставляем. Все наши дома на нашем участке останутся с горячей водой. Мы одну нитку уже прессовали, промыли. В понедельник сделаем переключение. Полный объем работ должен закончиться. Напоминаю, не только замена двух труб, потом идет изоляция, потом идет перекрытие лотка, потом идет обратная засыпка. Так вот, дальше асфальтирование. Везде еще и асфальт. До середины октября однозначно все работы должны быть закончены. На улице Сверлова ремонтируют водопровод. Участок трубы от киноцентра Неева до улицы Фурманова уже заменили. Доделав эту работу, строители перейдут еще на два участка ниже по улице Сверлова. Этот ремонт начнется осенью и также потребует частичного перекрытия движения автотранспорта. Перекрытие у нас осуществлено со вчерашнего дня и до понедельника, включая. Подрядчик подтверждает, что в понедельник все движения будут открыты. То есть все работы, которые необходимо сделать в этом котловане, который он вырыл, на сегодня мы убедились, что они максимально сделаны. Осталось некоторые работы непосредственно в колодце, бетонирование там опорных частей и обратная засыпка. На стадионе городской гимназии работы ведутся с отставанием от графика. С самого начала ремонта на этом строительном объекте то и дело возникали труднообъяснимые проблемы. Не обходится без них и сегодня. Подрядчик продолжает убеждать нам, что 22 августа он закончит работы. Но вот с профессионального взгляда заказчика, да и уже грубо неопытным взглядом, видно, что видимо за 20 дней, отставить, за 15 дней эту работу нереально сделать. Учитывая те темпы, которые мы видели на протяжении всего лета. Есть риски, что до 1 сентября он не успеет. Есть риски. Но есть понимание, что у него есть и люди, есть и финансирование, есть все заказано. Погоды нам осенью не ждать все равно. Ну то есть я думаю, что середина сентября работы будут закончены. На улице Ленина строители столкнулись с неожиданным препятствием. Срезая верхний слой дорожного покрытия, они обнаружили, что основание проезжей части не из щебня, а из бетона. В проектной документации это не было учтено. Срочно потребовалось новое техническое решение, исключающее замену основания дороги. Бетон в отличном состоянии и прослужит еще очень долго. Асфальт решено класть поверх него, что сократит сроки ремонта и упростит задачу строителям. Взяли 2-3 дня на проработку технического решения, на связь с автором проекта. Значит и сегодня принято решение продолжить работы. Техническое решение найдено, оно сегодня фиксируется в УКСе. В крайнем случае завтра начнутся все работы. В лучшем случае сегодня после обеда, в крайнем случае завтра с утра начнутся работы по продолжению благоустройства улицы Ленина. Напомню, это техническое решение в принципе еще даже может сократить сроки реализации этих работ. Выездные совещания на объекты строительства и ремонта будут и дальше проводиться в еженедельном режиме. Они позволяют оперативно устранять возникающие трудности, ускоряют работу строителей и положительно сказываются на ее качестве. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. Уже в эту субботу россияне будут отмечать один из самых спортивных и позитивных праздников. 10 августа по календарю знаменательных дат отмечается День физкультурника. История этого праздника началась 85 лет назад с принятого летом 1939 года постановления Совета народных комиссаров СССР об учреждении Всесоюзного Дня физкультурника. Со временем этот праздник стал символом свободы государства, о физическом развитии населения, оздоровлении и спорте. В настоящее время День физкультурника объединяет всех, кто занимается спортом, независимо от уровня подготовки, возраста и пола. Что интересного готовят для новоуральцев организаторы Дня физкультурника, расскажет Анна Акрамова. День физкультурника – это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать также и те, кто, например, бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. Этот день – отличное время для поздравлений и признания важности физической активности для каждого человека. Главное торжество в честь Дня физкультурника состоится 10 августа в субботу на самых разных спортивных площадках города. У концертно-спортивного комплекса по дворце Спорта Дельфин, физкультурно-оздоровителям комплексе Южный, у Дю США-2 на бульваре Кикоина. Впервые пляжный волейбол на новой локации, новая площадка на базе спортивной школы номер два. Турнир по пляжному волейболу будет одновременно две площадки работать. Еще такого нового у нас, наверное, будет на самом празднике. То есть мы взяли новые локации. Это спартанский забег, то есть бег с гирей. Он больше в рамках развлекательного характера, где, в принципе, любой желающий может попробовать, как он справится с весом гирей на скорость преодолеть 30 метров дистанции. То есть для всех участников праздника, конечно же, мы подготовили сувенирную продукцию и атрибутику. Грядущий день физкультурника станет особенным. В стране он будет отмечаться 85-й раз. А в Новоуральске он посвящен 70-летию города и 75-летию Уральского электрохимического комбината. Впервые за всю историю праздника состоится в Новоуральске атомный экстрим, который организует Уральский электрохимический комбинат. Это активность что-то вроде гонки героев. Команды уже сформированы. В этом состязании они испытают себя на прочность, преодолеют препятствия, покажут свою силу, ловкость и командный дух. Новоуральск всегда отличался крепкими спортивными традициями. И день физкультурника в этом году станет еще одним подтверждением этого факта. Традиционно Новоуральск это очень спортивный город. Это город активных людей. Поэтому и праздновать наш общий праздник, день физкультурника, мы будем праздновать тоже очень ярко и широко. Всех приглашаем на праздник. Спортивные мастер-классы, танцевальные тренировки, соревнования по футболу, пляжному волейболу, теннису, фестиваль молодежных субкультур, джем-фест на одной волне. Все это ждет новоуральцев на дне физкультурника. Физическая активность играет большую роль в нашей жизни. Регулярные тренировки способствуют укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, нормализации обмена веществ, повышению выносливости и энергии. Физкультура и спорт – залог здоровья и успеха. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. В продолжение темы. С наступающим днем физкультурника глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев и председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов поздравили спортсменов, любителей спорта и ветеранов, отметив, что физкультура – это не просто занятие спортом, это образ жизни, объединяя людей разных возрастов и профессий, наполняя их зарядом энергии и позитивом. Физическая культура во все времена считалась одной из важных составляющих гармоничного развития общества. Имена многих наших земляков навсегда вписаны в книгу спортивной славы России. И это, безусловно, повод для гордости. В канун Дня физкультурника в Новоуральской прошли сразу несколько мероприятий. Сегодня вечером состоялось награждение лауреатов двух конкурсов – зал спортивной славы и лучший работник сферы физической культуры и спорта. А накануне прошел кросс по пересеченной местности, в котором приняло участие более 90 спортсменов разных возрастов. Подробности в сюжете далее. Наш город встретил спортсменов с Калинова, поселка Верхневенский. Участвовали как профессиональные спортсмены, представители школы Олимпийского резерва, так и просто любители бега. В этом году настрой, естественно, победить. Я думаю, это у каждого уважающегося спортсмена должен быть такой настрой. Я думаю, попаду в пятерку, я не готова. Итак, внимание у нас. Я не готовилась. Как у тебя настрой на этот праздник? Хорошо. Что же дальше? Все построили здесь. Занять место, стройки, лучших. Организаторы делают все для того, чтобы соревнования прошли максимально комфортно и безопасно. Евгений Беринских, номер 108. Соревнования проходят на хорошем уровне. В принципе, те, кто у нас традиционно выступают на соревнованиях по бегу, они сегодня присутствуют здесь. Те эмоции, которые я вижу у бегущих, они достаточно положительные. По трассе я прошелся, прогулялся очень великолепно, поэтому замечательно. В кроссе приняли участие, как говорится в пословице, мал да стар. Самому младшему спортсмену 6 лет, а самому старшему 73 года. По ходу соревнований и объявления победителей мы сделали интересное наблюдение. В нашем городе очень много семей, которые поддерживают активный образ жизни. Давай, 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 терпи, 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 держись, чуть-чуть осталось, сейчас капелька останется. Давай, давай, чуть-чуть, вообще капелька останется. Прямо за мной финиширует победитель. Кроссок «Люпийскультурника» 2024 года. Было сложно, конечно, пришлось потерпеть. Соперники сегодня были достойные, сильные. Но так получилось, что удалось выиграть несколько десятков метров и красиво финишировать. Мне очень понравилось редко, когда получается финишировать, что говорится, в горном одиночестве. Я не занимаюсь профессиональным тренингом. Но так получилось, что сын занимается биатлоном. Хочу сказать спасибо тренерам ДЮСШ-4, Соловьеву Сергею Савельевичу, тренерам Училища Олимпийского резерва Башкировой Наталье Юрьевне и Степанову Андрею Сергеевичу. Они занимались подготовкой моего сына, спортсмена. Главное – не победа, а участие. Мероприятие было качественно организовано. На площадке присутствовала питьевая вода. А каждому финиширующему был выдан памятный брелок. Кстати, о призах. Обладателем первого места был положен денежный сертификат. Соревнования как-то так по-теплому, по-дружественному. Все прошло в такой достаточно хорошей атмосфере. Все довольны, я думаю, все счастливы. Мне очень нравятся всякие забеги и прочее. Кирилл Чуприков. Я люблю участвовать в спортивных всяких мероприятиях. Поэтому вот и поучаствовал здесь. Замечательно. Хорошие подготовленные трассы. Бежать было прекрасно. Проучаствовали, отметили праздник День физкультурника. Вот это самая главная группа поддержки моя. Будем бегать и выигрывать. Мероприятие объединило спортивных людей нашего города. Соревнования пользуются популярностью. Это еще одна возможность провести время активно. Олеся Просвернена, Алиса Буторина. Новоуральская вещательная компания. В завершении выпуска расскажу о погоде. По данным сайта Гесметия, в субботу, 10 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью состоит плюс 9 градусов, днем плюс 17. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Воскресенье, 11 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью состоит плюс 9 градусов, днем плюс 18. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В понедельник, 12 августа, пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью состоит плюс 11 градусов, днем плюс 17. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами и желаю отличных выходных. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин